Завещание двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Завещание Рувима, первородного сына Иакова Ильи. Список завещания Рувима, которое дал он сыновьям своим, прежде чем умереть, в 125 год жизни своей. Два года спустя, после кончины Иосифа, брата его, за ним Рувим, и собрались проведать его дети и дети детей его. И сказал он им, дети мои, вот я умираю и отправляюсь дорогою отцов моих. Увидев же подли Иуду, гада и осира, братьев своих, сказал им, поднимите меня, дабы говорить мне к братьям и детям моим о том, что сокрыто в сердце у меня. Ибо вот я отхожу ныне, и поднявшись поцеловал их, и сказал им, слушайте, братья мои и дети мои, внемлите Рувиму отцу вашему, что завещаю вам. Вот я заклинаю вас Богом Небесным, да не совершите поступка по незнанию юности, как я предался пороку и осквернил ложи отца моего Иакова. Говорю же вам, что поразил меня Бог ударом великим, во чрево моё на семь месяцев. И если бы не просил отец мой Иаков обо мне у Господа, взял бы меня Господь. Было мне тридцать лет, когда совершил я злое при лицом Господа, и слабость смертная охватила меня на семь месяцев. После же этого каялся я при лицом Господа семь лет, ибо вожжелала того душа моя, и не пил я вина и секера, и мясо не входило в уста мои, и никакой пищи вожделенной не вкушал я, но пребывал в печали о согрешении моём, ибо оно было велико, и не было подобного ему в Израиле. «Ныне выслушайте меня, дети мои, что узрел я в раскаянии моём, о семи духах соблазна. Ибо семь духов дано было человеку, и они суть источники дел юношеских. И иные семь духов были даны ему при сотворении его, дабы в них было всякое дело человеческое. Первый – дух жизни, на котором зиждется его существование. Второй – дух зрения, из которого происходит желание. Третий – дух слуха, из которого происходит научение. Четвёртый – дух обоняния, из которого происходит вкус от втягивания воздуха и вдыхания. Пятый – дух речи, из которой происходит знание. Шестой – дух вкуса, из которого происходит вкушение пищи и питья, и сила на нём зиждется, ибо в пище основание силы. Седьмой – дух деторождения и плотского сообщения, из которого от любви к наслаждениям происходит собрание грехов. Оттого этот дух последний в сотворении и первый в юности, ибо исполнен неразумие. Он же ведёт юношу, словно слепого, в яму и словно стадок пропасти. Дух сна – дух сна, на котором основано помешательство естества и образ смерти. С этими духами соединяются духи соблазна. Первый – дух блуда, содержится он в естестве и чувствах. Второй – дух ненасытимости желудка. Третий – дух борьбы, что в печени и в желчи. Четвёртый – дух угождения и ворожбы, дабы казаться прекрасным, в чём нет никакой пользы. Пятый – дух гордыни, дабы похваляться и кичиться. Шестой – дух лжи губительной и пристрастной, дабы измышлять речи и скрывать дела от родичей и ближних. Седьмой – дух несправедливости, от которого воровство и грабежи для усложнения сердца своего. Ибо несправедливость содействует прочим духам, когда отнимается нечто у других людей. Со всеми же этими содействует дух сна, он же – дух соблазна и обмана. И так гибнет всякий юноша, уклоняющий ум свой от истины во тьму, не входящий в закон Бога, не слушающий наставлений отцов своих, каков и я был в юности моей. Ныне, дети мои, возлюбите истину, и она убережет вас. Внемлите словам Рувима, отца вашего. Не взирайте на женщин. Не сходитесь с женщиной иного мужа. Не имейте дел ненужных с женщинами. Ибо если бы не узрел я баллу, когда купалась она в скрытом месте, не впал бы я в беззаконие великое. Захватила меня мысль о наготе женской и не давала мне уснуть, пока не совершил я ту мерзость. И когда Иаков, отец мой, ушел к Исааку, а были мы в Гадере, близ Ефрафы в Вифилиеме, опьянела балла и лежала непокрытая в спальне своей. Вошел я и, увидев наготу ее, сотворил нечестивое, а она не чувствовала, и я отошел, оставив ее спящей. И тотчас ангел Божий открыл нечестивое дело мое отцу моему. Придя, сетовал он на меня, а к Балле более не прикасался. Так не смотрите же, дети мои, на красоту женскую и не помышляйте о делах женщин, но живите в простоте сердечной, в страхе Господнем. «Трудитесь, творя добрые дела, и в писаниях, и на пастбищах ваших, да то ли, пока не даст вам Господь супругу, какую Он пожелает, дабы не претерпеть вам того же, что мне. Ибо вплоть до кончины отца моего не дозволялось мне видеть лица его, или говорить с кем-либо из братьев моих, ибо порицали меня. И до ныне мучит меня совесть от нечестия моего. И много утешал меня Отец мой, и просил за меня пред Господом. Да отойдет от меня гнев его, и явил мне это Господь. С тех пор и поныне остерегался я и не грешил. «Потому, говорю вам, дети мои, сохраните все, что внушаю вам, и не грешите. Ибо грех блуда есть пропасть душевная, отделяющая от Бога и приближающая к идолам. Ведь он помрачает ум и помыслы, и сводит юношей во ад прежде времени. Блуд сгубил многих, ибо старли кто, знатен ли, богат или беден. Одинаково порицание обретает он у сынов человеческих, и преткновение пред Велиаром. Слышали же вы об Иосифе, как остерегался он женщины, и хранил помыслы в чистоте от всякого блуда, и обрел благодать при лицом Божьем и пред людьми. А ведь многое творила ему египтянка, и колдунов призывая, и снадобье ему поднося. Но не впал помысл души его в вожделение дурное. За это избавил Бог отцов наших его от всякого зла, видимой и таящейся смерти. Если же не овладеет блуд помыслами вашими, не сможет одолеть вас и Велиар. Ибо злы женщины, дети мои, и не имея власти и силы над мужами, коварно действуют своими чарами, дабы привлечь их к себе. Кого же такими чарами не могут приворожить, того обманом покоряют. Говорил же мне ангел Божий и учил меня, что уступают женщины тому духу блуда больше, нежели мужи. И замышляют они в сердце своем против мужей, и украшениями соблазняют помыслы их, и через очи подсыпают им яд, и так порабощают их. Ибо не может женщина прямо принудить мужа, но совершает это злодейство своими чарами блудными. Итак, убегайте блуда, дети мои, и приказывайте женам вашим и дочерям вашим, да не украшают голов и лиц своих, для обмана помыслов. Ибо всякая женщина, прибегающая к этим ухищрениям, обречена на муку вечную. Ибо так обольстили они стражей, бывших до потопа. Те постоянно смотрели на них, и вожжелали их, и замыслили дело, приняв в человеческое обличье. Сошлись с женщинами в образе мужей их. А те, вообразив в вожделении своем, породили гигантов. Ведь показались им стражи, достигающими до небес. Стражи, греческое, бодрствующие, бдящие, бессонные. Так остерегайтесь же блуда, и будьте чисты помыслов. Оберегайте и чувства свои от женщин. А женщинам внушайте не иметь общения с мужами, дабы и они были чисты помыслам. Ибо постоянное общение, если и не совершится нечестивое, для них есть болезнь неисцелимая. Для нас же погибель Велиарова и позор вечный. Нет ни совести, ни благочестия в блуде. И всякая ревность живет в вожделении его. Потому и говорю вам, будете вы ревновать и стремиться превзойти сыновей Левия. Но не сможете, потому что Бог отомстит за них. Вы же умрете смертью злою. Ибо Левию дал Бог власть. И с ним Иуде, и мне, и Дану, и Иосифу. Дабы мы были вождями. Поэтому завещаю вам слушать Левия. Ибо он познает закон Господа. И установит суд и будет приносить жертвы за Израиля вплоть до конца времен. Первосвященник помазанный, которого призвал Господь. «Хочу, чтобы поклялись вы Богом Небесным, что будете творить правду, каждый ближнему своему, и иметь любовь каждый к брату своему. А к Левию подойдите в смирении сердца вашего, да примите благословение из уст его, ибо он благословит Израиля и Иуду. Его же избрал Господь царствовать надо всем народом. И поклонитесь семени его, ибо за вас будет умирать оно в войнах, зримых и незримых, и будет он над всеми царем вечным. И умер Рувим, завещав это сыновьям своим, и положили его во гроб, а после вынесли его из Египта и погребли в Хевроне, в пещере, где погребен был и отец его».